С каждым стартом, с каждым голом, с каждым сетом, с каждой ставкой мы делаем спорт ярче. Марафон Бэт. Всем привет, вы попали на канал о спорте ТВ. Это программа, которая, надеюсь, называется симулятор физрука. Я ищу позу, я ищу красивую позу. А у меня сегодня в гостях Рома Цикун. Вот и шутки про ничай, просто пропали все. Я специально выдержал паузу, чтобы люди насмеялись над твоей фамилией. Очень может быть, практически со 100% вероятности вы его не знаете, потому что у него дико андерграундное спортивное вечернее шоу, которое на самом деле очень смешное, очень забавное и залипательное. И именно поэтому вы о нем не знаете. Да, это один из феноменов русского ютуба. Я надеюсь, что мы исправим ситуацию после этого выпуска. Наш формат предполагает играть в футбол менеджеры и фантазировать, что будет происходить, если кто-то куда-то перейдет, как это будет сказываться на статистике команды, на статистике игрока. Но, к сожалению, мы не будем играть за Динамо Брянска. В общем, сегодня мы решили, так как ты андерграундный перец, пойти в небольшой андерграунд и взять русского игрока и наконец-таки подтолкнуть его, потому что все говорят об этом, говорят. Что мы сегодня делаем с тобой, Ром? Давай мы Федю Смолова отправим в какой-нибудь топ-клуб. Мы покупаем в Баруси Дортон, правильно? Так, идем в футбол менеджер. Ну давай. Так, футбол менеджер мне нужен. Мы, в общем, уже в Баруси. Мы заняли свой кабинет, уже кинули предлогу Краснодару. Отступные у Федора Смолова. 30 миллионов евро. Блядь. Мы согласились, конечно, согласились. Галевский продал магнит. Он говорит, давайте, давайте, давайте. А теперь его магнит это 30 миллионов евро. Да. И, в общем, мы встретились с агентом, и агент говорит, что они хотят... Скажи ты, я в Баруси таких денег ни у кого нет. 395 тысяч евро в месяц. Час! Бонус за подписание 4,3 миллиона евро и вознаграждение агенту еще 3,5 миллиона он хочет. Что это за хрень? А, если мы сделаем меньше. Да, мы можем предлагать. Ну, давай хотя бы 300, что ли? Ну, действительно, мы бьемся за основного нападающего нашей команды. И 4 миллиона. И 4 ляма. Да, все. Мы такие с тобой, конечно, смелые, прям такие, типа, зарубили на носу. В конце концов, он травмирован еще до 16 августа. Что он вообще хочет? И еще непонятно какого года. Мы ждем тебя, Федя. Мы без тебя не можем ничего. О, чемпионат мира перенесся в Австралию, между прочим, искатеры. А, это мы повлияли как-то? Такие, типа, блядь. Сделай назад, назад, что-то. Слышно ты нажимал? Блядь, я не знаю, слушай, я все сломал, походу. Я сломал страну. Ооо? Весь бюджет страны ушел на покупку Смолова. А, слушай, а нам нужно играть со штурмом Грац. А у нас еще даже тактика не выставлена. Без Смолова не хочу. А, мы можем просто мгновенный результат набрать? А будем планную игру говорить? Типа, играйте там на победу. Так, конечно, давай, а что здесь? Сдерживать натиск штурма Грац? Ну что, они же штурмуют как бы, это же штурм! Нам придется, мне кажется, с Федором Смолова нападение, часто сушить игру. Потому что при виде Федора Смолова все будут течь? Ты к этому ведешь? Это Нурис Ахин. Да, ну сейчас Смолов придет, заберем повязку. Ничего страшного. Причем не Смолову. Просто в Смолов придет, чтобы он видел, как мы отдаем повязку. Что это не ты? Мы проиграли... Подожди, а что это? А, это товарищеский кубок. Подожди, что? Первый тайм 0-0 и по пенальти мы проиграли 3-2. А, ну зашили игру, все верно. У нас же есть еще Ермоленко. Етить колотить. Связка Смолов-Ермоленко. Да, надо справа Лукашенко еще поставить. И будет СНГ у нас, знаешь? Типа, в реале BBC в Марселоне был MSN, а у нас будет СНГ. Вот он! Готов подписать. Отложить мы можем личинку. А мы готовы принять его в свою желто-черную команду. Наш, 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 нажимай. О, дебют за матч против США у него был. Ему можно дать прозвичи. Первый день человек в команде. Получил 30-й номер. А, то есть и теперь у нас в тактике, вот это не будет написано Федор Смолов, будет что-то написано. Чем Федор Смолов выделялся? Слышал же новость, что типа появился этот get contact, когда можно писать записан. Да, и Смолов записан у кого-то идеалити. Ты меня знал? Да, идеалити. Прекрасно. Все, Федор Смолов просто личность поменял ради Дортмунда, ради 30 миллионов и в неделю там тоже каких-то странных цифр... А, мы же в отпуск хотели. Просто давай, я предлагаю, пусть они используют план на матч, тактику пусть они сами выбирают, пусть они одерживают крупные победы. Приходу Федя, чтобы он заходил уже в трофейную гомбу. И сушить игру будем потом. Действительно. Ну все, мы в отпуск, спасибо. А пока мы были в отпуске, что-то мельком мы замечали, что оказывается мы с тобой про отпускнули... Суперкубов, кому он нужен? Ну без Смолова, без идеалити, извините, без идеалити я не понимаю, зачем он нужен. Поэтому мы просто посмотрим сейчас в почте, нам пришло письмо, типа, тренер мы проиграли, тренер мы победили. О, кстати, как раз мы скоро выходим из отпуска, и у нас первый матч с Вердером, уже в чемпионате. Фиалити готов ложить. Дубль! Дубль Рейна. Реки, просто реку обыграли. Дубль. Опа. А вот это уже, ты понимаешь, вот это признак мастерства. Кто забил? Максимилиан Филипп. Так, и уже подходит тут у нас игра с Баварией. И у нас поражение 2-4, причем мы проигрывали 0-4, и потом в какой-то момент просто сжалились. И Марио Гетса оформил, ну Гетса, смотри, готов к сезону. Мы уже знаем, кто будет главным партнером. Это все потому, что не было идеалити. Тогда пусть Ермоленко чувствует себя уютно рядом с Федей. Поддержит. В поддержке. А Пулишич тоже инсайдом может быть в поддержке. Только поддержки, только у Феди получает. Просто все вот прям такие, давай, пожалуйста, забей, начало сезона. Дома себя поддерживают перед телевизором. Все. И это на поле. Все очень хотим. Слушай, а можешь на левой фланг докупить кого-нибудь, ну, чтобы у нас реально СНГ, вот, ну, там, Денисову ты предлагал, там, Щенников какой-нибудь, я не знаю. Денисов? Виталий Денисов, я думаю. А он же левый как раз? Да. Ну, не в плане, что, как игрок. Денисов, мы тебя ждем, нам тебе не хватает. Он даже Игоря Денисова не находит. Это поисковик Черчесова. Ну. Да! Идеалити! На 63-й! Ого, ну, слушай, нам повезло, что травмирован на 9-й минуте уже какой-то Гендаль был. Ну, его уже заменили наверняка на другого. Он лежал на протяжении 81-й минут. И никто не замечал. А еще, а что будет, когда Денисов уйдет? Связка, связка, связка. Смолов пытался объяснить. Пришел в лазарет, они говорят, типа, что болит? Он связка, связка. Они немцы. Ну да, а как им объяснить? Ну все, 3 очка есть. Денисов принят. 196 они хотят в месяц. И это не сильно больше. Ну, и агент довольно-таки скромный. Принимаем. Просто красота. Мало того, что у нас заголовки про Сволова, так и что мы можем Денисова вытащить? Может быть, это будет у нас человек, по прозвищу Тор? Господи, это идеально. Я готов, я пошел. Цикун надеется, что Тор может стать важной фигурой. Ты когда-нибудь знал, думал, что в предложении в одном будет Цикун и Тор? Нет, не прошла. Да где прошла-то? Вот она сейчас вот будет как раз. Вот. Сегодня Жеребьев. Просмотр Жеребьев? Первый матч в Лиге Чемпионов с Бенфикой, посчитай, основной наш соперник. 3-0. Но самое главное... А, я, ну, первый гол забил. Бля. Нет, нет. А я уже хотел подвести, что вообще чемпион. Тор получил желтую карточку на 26-й минуте, и на 26-й же минуте забил Ермоленко. Типа... Нет, Ермоленко забил гол, а Тор снял футбол. Идеалити пока, по-моему, худший. Но момент создал один. Так, Ермоленко пока тащит просто на себе Дортмунд. 11-й в Бундеслиге. Мы 11-й, Рома! Идеалити, травма. Так вот почему. Растяжение мышц с живота. Обыграли Франц. Кто забил? Ботшуаи. Ермоленко пули... Кот Смолов ушел, Ботшуаи вышел, забил. Так, Лига Чемпионов. Победа. Вторая победа. Кто гол забил, Ботшуаи опять Амрэ. Ну везет человеку. Пам! Идеалити. Сразу животик прошел, вышел и надорвал животики своим. О, все, Ермоленко получил травму, пулишич травму, все. И у нас Идеалити один готов к матчу. Пока у меня единственный вывод. Но мы же даем советы Баруси и Дортмунд. Брать или не брать? Смолову даем советы. Переходить или не подпереходить? Пока вывод такой, что... Нужно подписать Ботшуаи. Да. Ну давай посмотрим статистику Смолова просто. Давай, Идеалити где-то будет. 13 игр, 6 побед, 4 поражения, 66% ударов мимо. Среднее соотношение минуты на гол он раз в 458 минут забивает. Давай попробуем его как нападающий поддержку. Поддержка. Может быть даже 4-2-2-2, чтобы 2 опорника было, 2 по краям и 2 в цены. Да. Слушай, ну по форме мы хороши. Мы идем победа, ничья, победа, ничья, победа, ничья. У нас поражения нет. Все, начало игры, Тор с мячом. Тору держит мяч у себя, Тору отправляет мяч. Ребят, эээ. Слушай, 10 минут, мы играем наравне, они только первый удар нам нанесли сейчас. Уже два. Нет. Иди, Миха, держите. Рядом со штатом. Два опорника бьет из, эээ, просто из центра. Причем левый. Сместился в центр, ударил левый. Это херово. Я тебе скажу. На Ермоленко. Ну естественно, кто? Так, 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 так. Выигрывает бойко. Команды. Батвы. Ну я понял, что сейчас будет. Да. Ой, ой, ой. Ну почему никто не держит его? Ой, ой, ой. Левандовский. Команд. Начало матча, ничего страшного. Ну мне очень волнует пока, что ни одного удара в два. Вообще ничего не происходит у их ворот. Восемь ударов в Баварии, ноль ударов. Он слишком оборонительный играет. Давай знаешь что? Мы, короче, слишком много инструкций даем. Давай все это очистим. У нас просто есть контр-атакующие. Видали? Ну. Ермола побежал. Идеалити пошел в со... О, грубая. Ищик. На Ермоленко снова. Идеалити. Отдает на Бутшаи. Бутшаи ждет подключения Идеалити. Поворачивается на Геоце. Геоце, ну. Идеалити, принял. О, я на пас. Ищет Бутшаи. И. Ну. Да что ты там делаешь? Что там происходит? Ну удар был. У нас есть удар-поворот. Геоце. На Ермола. И. Еще. И. Танго. Ты вновь не разыграли. А, и там офсайд был. У нас есть Санчо. Санчо. О, нам следует дать указания нашим игрокам играть проще. А я это уже сделал. Так куда проще уже? Я опередил ассистента. Кстати, я предлагаю, если нас не уволят, действительно провести такой эксперимент и поставить Смолова в запас. И просимулирует месяца два. Что произойдет с нашей командой? Чтобы, ну действительно, сравнить Дортмунд со Смоловым, Дортмунд без Смолова. Пока наша атакующая тактика ничего не дает. О, добавилось два удара мимо. Это отворот выбирал. Вот оно. Тор отдает на Бутшаи. Бутшаи один на один защитником. Уходит на фронт. Отдавай. О, Филипп. На идеалити. Идеалити. Идиот. На идеалити. Идеалити прострелил. Падай, падай, падай. Гол. Вот это розыгрыш. Идеалити прострелил на Мишку. И Мишка, как обычно, последние десяти минутки показывает, что он все-таки нападающий. 7 и 2. Высшая оценка. Все. Мы проигрываем 3-1. Но в целом... Я скажу почему. Неправильно изначально выбрали тактику на игру. Надо было атаковать, да? Команда была не готова. То есть они полсезона играли с одной тактикой. И тут мы такие, типа, ребят, может так сыграем? И они первый тайм просто боялись, не понимали, что делать. Я уверен в этом. О, сколько? 3 очка от зоны вылета. Рискованная тактика Цекуна терпит неудачу. Мне кажется, игроки просто боятся этого тренера. Ну, несмотря на этого мучачу. Погнали. Вперед! Ну что ж, мы возвращаемся из отпуска. 3 января 2018 года. Сейчас мы вам расскажем, что произошло. А произошло, в принципе, очень простая вещь. Мы уволены! Давайте разбираться, как это произошло. Почему? Я не понимаю, почему. Мы даже не в зоне вылета. Вот, пожалуйста, наша таблица на момент... Мы даже не в зоне вылета? Ты так это называешь? Тор заканчивает международную карьеру. Из-за нас, как ты думаешь? Три. Смолов оформил хит-трик в Бундеслиге! Мы сделали главную свою задачу. Да? Он... Теперь можно сказать, ребята, покупайте Смолова. Идеальный цифр находится в блестя... В идеальный фор. 9,5 оценка. Понимаешь? 4 удара в створ, 3 гола. А 5 обводок. Это просто какие-то космические цифры. Ну, Лейпсику мы проигрываем. Но и забиваем. Идеальный цифр забил. 2. Слушай, нам бы сейчас посмотреть бомбардирскую табличку. Клоп хвалит Идеалити. Клоп! Идеалити сейчас в Ливерпуль перейдет. И все благодаря нам. Мы открыли этого человека в Европе. Идеалити опять в гол. Батшуаи 2 в базе. Причем Батшуаи только очнулся. На этот момент Идеалити уже назабивал и хитрик оформил. Идем в статистику игроков. И что мы видим? 8 мячей. Идеалити. В шестое место. Вы что охерели? 8 мячей. В Бундеслиге человек забивает. В первом сезоне. Бавария. Бавария, блять, даже в Лиге Чемпионов не вышла из группы. И что? И какой там у них тренер? Поменялся? Да, нет. Хайнкес. Нам там никто не предлагал работу. Потенциальные вакансии. В Герту. И отомстить. Охуенно. Зелу. Пойдем в Аугсбург. Попадем в зону Еврокубков и скажем пока. Давай посмотрим, играет ли Аугсбург с Дортмундом еще во втором круге. Если играет, тогда игрем. Олега, это гениальная мысль. Играет. С Дортмундом в апреле. Как раз мы посмотрим в Лигу Чемпионов, как там Дортмунд, видите ли, без нас сыграл. И устроим апрельскую порку. Да. Следующий матч. Успеем? Успеем? Успеем принять заявку? Применить возможность идеальный кандидат, чтобы нам точно подкупим тут игру. Да они и так примут. Пошли нахуй. Уже 13-е. Не успеем. Вам тебе уже не нужен. Сейчас еще вакансии посмотрим. Ничего страшного. Заявка. Подожди, не любят вторую дивизион или нет? А, да. Не нашего полета, птичка. А, ебать, че же это, бля, 16-е место. Они вон, в зоне вылета. А мы не были в зоне вылета. А что, без нас, без нас посыпались. Да. Что? Сейчас вот вернетесь, помогите, спасите, Ромочка, цикун. Я такой, ну не знаю, ребят, ну давайте. Произошло невероятное. Давай я скажу. Давай расскажи. В общем, Шальке осталось без тренера. И мы не могли пройти мимо. Мимо этой команды. И предложили свою помощь, чтобы обыграть Борусию. Но они уже сыграли за Борусию все матчи, и мы просто просимулировали до конца сезона. Да, но самое главное, что Шальке это же самый принципиальный соперник Борусии Дортмунд. Мы перешли в стан врага, отомстили. И теперь мы просимулировали весь сезон до 11 мая, чтобы посмотреть концовку. Мы не ставили никакую тактику. Самое еще клевое, что у нас в команде есть Коноплянка. Тоже один из главных конкурентов Ермоленко на звание лучшего игрока Украины на данный момент. Поэтому сейчас мы посмотрим, что произошло с нашим Шальке, что произошло с этим вонючим Дортмундом. Ну и с нашим Феденикой, что происходило. Мы краем глаза видели, что он там продолжал забивать. Он был в тройке, лучше бомбардироваться. Итак, мы на 16 месте. Какие шансы, что мы выше Дортмунда? Невелики. Невелики, скажем так. Давай сразу же посмотрим. Охренеть они поднялись. Походу, увольнение пошло им на пользу. А как там идеалити с Дортмундом? О, с Ювентусом играл. Забивал Ювентусу! Вот этой обороне невероятной. Буфонищу. Понимаешь? Наш Феденька. Да он создан для европейских турниров. Когда в последний раз русский игрок забивал четверть на ленинг чемпионов. Невероятно. Красота. Пора делать выводы по Феде Смолова. Изначально, когда мы его купили... Зачем мы вообще брали его, да? Да, я понял, что это была ошибка. Изначально. Я думал, что он не забивает. Он ничего не показывает. И мы... Ну, это был просто... Для меня на тот момент я понял, что... Ну, этот выпуск будет посмешищем. Что все смеются над Федей. А все смеются в итоге надо мной. Потому что... Ну, это была тренерская ошибка. Мы выставили его как в Краснодаре. Он был главной звездой. Мы поставили его на острие. И это оказалось ошибкой. В итоге, когда Бутшуаи заменял его, один Бутшуаи выглядел прекрасно. Но в паре Бутшуаи с Молом улетная группа игроков, улетный дуэт, который смог из зоны вылета дойти... Они попали в эту? Нет. Не дошли, да? Ну, они, по-моему, на одну эту... на одну делень. Да. А, последний тур. Они могут сейчас пройти. Что в итоге? Мы вылетаем, Дортмунд не попадает в зону Еврокубков. Прекрасно. 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 Давай итог по Смолова говори. Смолова нужно отдавать европейский топ-клуб. Он будет долго приживаться, как и все, наверное, наши российские игроки. Ну, да, да. Но потом он выстрелит так... Как вообще невероятный человек. Нужно сейчас 28 лет. Пора. Да. Но есть совет для руководства клубов, которые могут взять Смолова в Европу. Дайте ему прозвище. Идеалити. Он, мне кажется, будет себя уютнее гораздо чувствовать. Но реально по футбол-менеджеру, по этим всем симуляциям, видно, что человек готов к Европе. Готов себя показывать и в топ Еврокубке в Лиге Чемпионов, да и в чемпионате Германии, будучи в стартовом составе с первого сезона, показывать такие результаты. Потрясающе. Вердикт? Покупайте. Покупайте. Если не Дортмунд, можно Вестхэм. Вестхэм же тоже интересует Смолова. Да. В Вестхэме там проблемки с нападающими. Там нет большой АИ. Там Кэрол. Будет Кэрол головой на Смолова. Идеалити забивает. Охренеть! Я очень рад этому выпуску. Я надеюсь, вы тоже. Если тоже рады, обязательно ставьте лайки. Спасибо большое, Ром, что мы с тобой провели этот огромный сезон. И в стане врага побывали. И в стане Дортмунда. И в Лиге Чемпионов. Просто адапти... Самое главное, что мы адаптировали Смолова к Европейскому Чемпионату. Теперь, если Федя будет сомневаться, он может посмотреть этот выпуск и понять, что ему нужно делать в Европе. Спасибо тебе большое. Если вы влюбились в Рому так же, как и я, то обязательно переходите на его канал спортивного вечернего шоу. Этот человек делает действительно прекрасную адаптацию всех лейтнайтов в Ютьюбе. Так это еще и спортивное, про футбол, про спорт, обсуждение по смешному, обсуждение спортивных новостей, прекрасный отугрыш. Все, что нужно, чтобы перейти по ссылке на спортивное вечернее шоу. Этот соведущий, кстати, секундочку, будет в новом сезоне открытого микрофона ТНТ. Вы понимаете, насколько там смешно? Либо насколько плохо в ТНТ, что туда попадают люди из Брянска? Ставьте лайки, обязательно пишите, кого бы вы хотели увидеть в следующем выпуске в гостях, кого бы вы хотели увидеть в эксперименте симуляторов из рука. Но самое главное, что мне самое интересное, почитайте в комментариях, я надеюсь, тебе тоже, чтобы люди почувствовали себя тоже физруками, диванными экспертами и сказали, где мы ошиблись, где этот вот этот камешек, который мы не тот сдвинули. Чтобы мы увидели, да, что разрушили. И пошла эта ловить. И пыль, и я хожу. Спасибо, Ром.